Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на тест-драйве абсолютно новый Соболь NN 4x4 И сегодня нам в рассказе об этом автомобиле поможет Николай Добрый день! Представитель завода Ну что, сегодня у нас задача познакомиться с машиной Посмотреть ее устройство Посмотреть, чем она изменилась по сравнению с машиной прежнего поколения По сравнению с заднеприводом Соболем NN Ну и немножко покататься Обязательно! Поехали, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья У нас самый главный вопрос Для чего этот автомобиль создан и для кого? Что и кому? Так, ну, надо понимать, что мы сегодня с вами смотрим только лишь одну модификацию Из запланированного семейства полноприютных автомобилей поколения NN У нас с вами сегодня соболь версии комби На самом деле семейство будет таким же широким, как и у машин прошлого поколения, поколения бизнеса Здесь будет и микроавтобус, здесь будет и грузовичок с бортовой платформой Шасси под надстройки, будет и полноприводная газель NN Она будет отличаться чуть-чуть увеличенной базой колесной на 14 сантиметров И на полметра длиннее задний свет кузова будет И возможны разные варианты задней ошиновки на газелях Там будет односкатная и двускатная В общем, широкий спектр моделей закроется Ну и что касается микроавтобуса Это, наверное, будет одной из самых востребованных модификаций именно у частного пользователя И среди них возникает вопрос Я в том числе в интернет-форумах вижу Какая будет категория транспортного средства? Ребята, это будет микроавтобус категории M1 с документами от легкового автомобиля Теперь о том, кто покупатель, кто целевая аудитория Я думаю, что у нас получилась достаточно универсальная машина Которой будут интересоваться и корпоративные клиенты Для использования вот как раз в варианте комби цельнометаллический фургон Как технички, как ремонтные летучки Для ремонтных бригад Те же самые телекоммуникации Те же самые газовики и нефтяники А с точки зрения частного клиента Достаточно много, я знаю, покупали автомобили прежнего поколения Соболь бизнес полноприводный для путешествий Покупали как раз комби Снимали верхнюю часть перегородки Строили сзади спальник Получалось транспортное средство такое экспедиционное Вот и на эту целевую аудиторию мы рассчитываем И, конечно, рассчитываем на семьи с большим количеством детей Как раз микроавтобусами местные То, что надо Ну и, конечно, нельзя обходить стороной традиционных покупателей пикапов Ребята, эта машина полностью заменяет пикап Она компактнее Она вмещает больше Она еще и удобнее Приходите в салон, попробуйте, посмотрите И убедитесь, что эта машина более практичная Ну, я так понимаю Машина сделана с максимальным и широким спектром Для покупателей То есть Ее можно использовать, в принципе, везде Ее можно использовать как повседневную Для езды просто каждый день Это удобно Машина, которая по площади Но не больше, чем кроссовер Вот большой кроссовер На самом деле площади На парковке столько же места занимает Нет, я просто прокатился Я понял, что она просто как легковой автомобиль То есть на каждый день использовать легко Легко Я 10 лет ездил на прошлом Соболе Как на повседневной машине Использовал Его приятно было использовать Ты даже в городе в пробке Высоко сидишь, далеко глядишь На три шага вперед Видишь, что происходит У меня сразу же второй вопрос Назрел Этот автомобиль Это же вообще полностью новая платформа То есть К предыдущему Соболю Он вообще никакого отношения не имеет По большому счету Говорю, что здесь от прежнего Соболя Ни одной гайки не осталось Название только Соболь Соболь Тип транспортного средства Да, категория та же самая Форм-фактор примерно Но технически Это совершенно другая машина Ну не знаю Давай начнем, наверное, со знакомства с кузовом Ну да, внешняя часть Потому что внешне он Максимально симпатичен и современен Наверное, тоже такой очень важный момент Который нельзя обходить страной Что кроме того, что он Современный, красивый, симпатичный Он еще у нас и очень коррозионно стойкий Мы даем гарантию сквозной коррозии 12 лет здесь То есть машина полностью сделана Из оцинковки Дальше Катафорез Передние крылья здесь Пластиковые, да Можно посмотреть до крыши практически Вон до этого места Машина вся оцинкованная Снизу, сбоку, капот Ведь даже смотри Ведь газель next Который выпускается на одной линии С соболями Газель next появилась в 2013 году Первые машины были характерного Такого зеленого цвета Ярко-зеленого цвета Вот если Нет-нет, да и увидишь такую машину на улице Подойди к ней и посмотри Ей будет 11 10 или 11 лет Если она не была в ДТП Она до сих пор не будет гнивой Это хорошо Это отлично Это же прям шаг вперед Так, ну что Идем смотреть внутри Принцип Формирования Комплектации этого автомобиля Все включено Здесь даже вот можно пойти посмотреть По клавишам Вот целый блок клавиш стоит И все это у нас базовая комплектация Вот я прям подряд пойду Подогрев водительского сидения Подогрев зеркал Подогрев ветрового стекла Вот ниточки на просвет Видны Кондиционер Предпусковой подогреватель Печка дополнительная для задних сидений Подогрев пассажирского сидения То есть к зиме машина вообще подготовлена Отлично получается Акцент сделай, пожалуйста, на кнопке включения блокировки заднего дифференциала Сейчас мы Сделаем вот так вот Во-первых Опа Так Здесь же в базовой комплектации у нас Блокировка заднего дифференциала Включается вот этой вот кнопочкой В верхнем блоке кнопочек Еще что важно Здесь на полу в этой машине не осталось никаких рычагов Соответственно нет рычагов на полу Нет окон в полу Нет каких-то вибраций и лишних шумов В этой машине очень тихо Вот, наверное, успел заметить Когда мы ехали сюда Мы переговаривались Сзади сидящими, сзади сидящими, да, людьми Совершенно в полголоса В машине очень тихо Здесь и коробка передач управляется Теперь джойстиком с тросовым приводом Соответственно ничего не шумит, не гудит Это очень важно Шайба Шайба управления раздаткой Кстати, здесь, наверное, кому-то будет непривычно Традиционной нейтралки нету в этой раздатке Потому что она у нас планетарная В качестве понижающего редуктора Используем планетарный механизм В чем его достоинство? Огромное передаточное число У нас теперь, во-первых, прямая Полноценно прямая первая передача На машине прежнего поколения Если ты знаешь, там было 1,07 передачное число То есть даже в верхнем диапазоне раздатки Все равно было некоторое понижение Понижайка в прежней раздатке Имела передачное число 1,87 Здесь 2,82 2,82 в раздатке Плюс очень короткая первая передача В шестиступенчатой коробке Этой 5,065 На выходе получается, что вот эта машина На первой пониженной Едет в 1,9 раза медленнее Чем прежний Соболь Соответственно бездорожье Ну ты вот уже, наверное, увидел Как легко было заезжать на эту лестницу Да, долго Долго, но уверенно Даже можно будет, знаешь, еще какой аттракцион проделать Сейчас, когда поедем по бездорожью Просто на первой пониженной пустишь ее Ты сможешь ходить, смотреть, куда машина едет Приходить, периодически подруливать Ты спокойно пешком ее сможешь обгонять Покруг нее ходить Пока она будет ползти на первой пониженной Ну это сейчас чуть попозже Для бездорожья это прям здорово Вот Так, что еще не сказали Здесь очень красивый щиток приборов И стильный С симпатичным цветным дисплейчиком в середине На него очень красиво, кстати, выводятся Показатели как раз работы Показатели режимов раздаточной коробки Прямо как мультик красивый Посмотрите сейчас В базовой комплектации Мультимедийная система Со встроенной навигацией Навигация, кстати, очень подробная Знаки прописаны даже вплоть до дворов Ездить по ней удобно Что меня очень радует В этой нашей панели приборов Это Вот эта вот опция С возможностью Поставить сюда Телефон Да, если хочется ехать по любимым Яндекс-картам Защелкнули сюда Хоть планшет Хоть телефон Можно хоть горизонтально поставить Хоть вертикально поставить Вот таким вот образом И все Едем По любимым Яндекс-картам Там еще и остался Сам вот этот карман Как у моих предыдущих Конечно Основной карман То вот он Здесь под документы Под формат А4 Милое за милое дело Сюда все это Убирается Все, мультируль закрыл как раз Так, вот они наши кнопочки Мультируля Рулевая колонка, естественно, регулируется Но из регулировок Наверное, здесь интереснее Про сидение сказать Здесь стоит такое кресло Как в дальнобойных грузовиках Магистральных Регулировок здесь Аж Аж по 18 направлениям Оно регулируется Если мы подоголовник Еще посчитаем Соответственно Отдельно можно регулировать Переднюю часть Сидение высоты Наклон подушки Заднюю часть Выезжает Сама подушка Кроме того, что Сидение двигается Продольно Это, соответственно, в дальнюю дорогу Если надо Под коленки пододвинуть Вот так вот выдвинул Удлинил И сидение Подрессоренное То есть на кочках Оно у тебя прыгает И демпфирует Дополнительно неровности Кроме того, что у тебя Независимая подвеска В машине Что уже добавило Плавности хода По сравнению С прежним поколением У тебя еще и Остальные толчки Которые все-таки Прошли внутрь Гасятся дальше сидением Получается Очень удобно Я думаю Сейчас вот это Европейцы заплакали Ну настройки Реально очень много Надо потратить Три минуты времени Один раз Внимательно С ними разобраться Все настроить И будет ездить Очень удобно Обязательный атрибут Машин поколения НН Это у нас новые фары Они полностью светодиодные Светят изумительно И ближний И дальний свет Линзы диодные И диодные Даже противотуманные фары Здесь В варианте комби На полноприводной машине У нас салон Шестиместный То есть капитанское кресло Пассажирское Впереди стоит Под ним установлена Как раз Печка дополнительная Для такого В принципе Не очень большого Салона Тепла Которого выдают Которого выдают Две печки Даже на северные условия Хватит вообще с лихвой Заднее сидение Здесь четырехместное Значит в чем его особенность Две особенности у него Первая заключается в том Что под ним спрятан Вместительный Вот такой ящик Для вещей Вот у нас туда сумки Как раз все Да туда сумки убрались Рюкзаки убрались Их и не видно Да с точки зрения Антивандальной Можно спрятать это С глаз Спокойно оставить Внутри в машине Даже какие-то ценные вещи Видно это не будет И вторая особенность Важная Интересная То что у нас Вот этот диван Легко трансформируется В спальное место То есть вот таким вот образом У нас Опускается Спинка И вторая спинка Точно так же падает Все Здесь получилось Ну полноценное Полутораспальное место Ну с моей массой Конечно Только на одного А ты бочком И все будет хорошо Слушай Ну для двоих Места в принципе достаточно Даже с моими габаритами То есть тут два человека Ну поспать смогут Один раз Прям без проблем Один раз только? Ну в смысле Не один раз Много раз А там еще Подстаканчик есть Розеточка А да смотри Прикуриватель И избежка И подстаканчик Съедусь я прямо над головой Получается рядышком Вот он А будет жарко Вон люк Не выходя из машины Можешь сесть Поехали И самое главное Дешевле однушки Съедусь я Так ну теперь Самый главный вопрос Что под капотом? Так ну под капотом у нас Дизельный двигатель Объемом два с половиной литра Он вообще у нас Выпускается в двух модификациях Существует Да Мощность одинаковая В обоих случаях 149,6 Сделано специально Чтобы было До налоговозначимой Отметки в 150 Соответственно И по страховке И по налогам 149,6 Это Получается выгодно Хорошо Крутящий момент Бывает 330 ньютон метров Под пятиступенчатую коробку Это то что идет на газелях Next И 420 ньютонов Под шестиступенчатую коробку Это то что у нас как раз здесь Мотор Ну его сравнивают В первую очередь С чем? С каменсом Да? Который Широко был представлен Раньше Ну вот если мы Сравним С каменсом Который стоял В соболях Прежнего поколения Этот мотор G серии Он На полсотни килограмм Легче Для передней оси Это много Это ощутимо Так еще этот мотор Ощутимо тише Да? Разница если В цифрах посмотреть 4 децибела На самом деле Это много Это хорошо слышно Ухом уже даже А тише он за счет чего? Ну в том числе За счет того Что вместо Цепи Которая была На каменсе Вот здесь она Сзади стояла Да Здесь стоит ремень В передней части Вот как раз кожух его Интервал замены Здесь 80 тысяч километров Еще этот мотор Отличается экономичностью И Несмотря на то Что он меньше Объемом Да? Было 2,8 литра Здесь 2,5 литра Крутящий момент У него На низких оборотах Больше То есть Вот интересный показатель На тысячи Оборотов в минуту У этого движка Уже 305 ньютонов А в каменсе Который ставился На соболе Всего максимальный момент Был 270 Поэтому да Это маленький Такой трактор Вопрос такой сразу На будущее На всякий случай Есть ли возможность Его немножко подраздуть? Ну я знаю Что уже Те два человека Которые написали Абсолютно все Тюнинговые программы Для каменса Которые льют Газелисты По всей стране Я знаю Что они оба Уже купили оборудование На этот мотор И тоже уже Экспериментируют То есть В принципе Потенциал Его раздутия Есть Есть Да А коробка? Коробка сделана С запасом Здесь 6-ступенчатая Наша Таника Коробка механическая Да Она рассчитана На 450 ньютонов Коробка полностью Разработка газа Да? Да Коробка целиком наша Коробка целиком наша Это выпускается У нас на заводе Нижегородские моторы Вот И она Имеет больший запас Нежели Мощность И крутящий момент Вот этого мотора В стоковом исполнении Если очень сильно Не играть В давление На дно То эта коробка Вполне вывезет Даже тюнинговый мотор Это хорошо Так Ну и что Раздаточная коробка теперь? Ну да Да Само собой Схема Осталась Той же самой В отношении того Что раздатка Стоит отдельно От основной коробки Соединена Промкарданом Да По габаритам Она Да Примерно такая же Как и прежняя Но конструктивно Совершенно другая Понижающий редуктор Здесь Как мы уже говорили Планетарная Планетарный редуктор Вот По передаточным числам Сейчас увидишь сам Когда выйдем на бездорожье Покатаешься Попробуешь Прям уже все Уже чешется Да Уже чешется Да Я хочу Вот Соответственно Карданы Все По прежнему Шрусовые Но что важно Что и Передние колеса Теперь Приводятся Приводами Со шрусами Шруса То есть От крестовин отказались Отказались Здесь независимая подвеска Теперь У нас Весь Вот этот вот Блок На котором Собрана Подвеска Пружинная С поперечными рычагами Рулевая рейка Которая стоит Сзади За осью Вверху И редуктор Все это вместе Называется у нас Передний модуль Монтируется Одним блоком На машину Соответственно Раз рейка И стоит Эта рейка Сзади У нас теперь Больше нет Поперечной Длинной рулевой тяги Которая была На прежних Соболях Да Ту тягу Можно было Ну довольно легко Погнуть на бездорожье Да Сам гинул Несколько раз На своей машине Здесь Абсолютно смело Теперь можно Дубасить Рейка Сзади И вверху Погнуть Сломать Просто нечего Здесь Рычаги Прочные Кованые Плюс Впереди Стоит Штатная Сразу Защита Металлическая Вот она Вот она Стоит Вот я Кстати Сюда И хотел Переместиться Потому что На предыдущем Соболе Радиатор Он вот здесь Можно сказать Торчал Любая кучка И все Отлетало Поэтому Чтобы ездить Далеко Смело Быстро И дерзко Я у себя На старом Соболе Как раз Строил здесь Защиту Интегрировал В передний Бампер Мощную Такую Поперечину Под нее Можно было У меня машину Домкратить Даже Но да Это нужно было Допиливать Как говорится Машину Здесь не нужно Сразу все Сделано Уже С возможностью Выехать на бездорожье И Кстати Вот у меня Все мои случаи Застревания На прежней машине Они Заключались в том Что я повис На переднем мосту Да Если помнишь Там такое Достаточно большое Яблокоредуктор Было Да Плюс соответственно Чауки полуосей Да перед ним Еще эта тяга Которую мы вспоминали Теперь сравни Посмотри Как сделано здесь Мало того Что весь редуктор Поднят выше Здесь дорожный просвет Стал заметно больше Сантиметра наверное на два Площадь соприкосновения С грунтом У этого редуктора Смотри Совсем маленькая Да Как у старого Колхозного Уазовского моста Который часто За эталон берут Я вот сейчас Коль смотрю У него Шаровые Спрятанные Колесные диски Спрятанные Чтобы ничего не повредить И кстати На этой схеме Подвески Релевого управления У нас Удалось достигнуть Очень большого Угла поворота Управляемых колес У нас в результате Радиус поворота У этой машины Всего лишь на 20 сантиметров Больше Чем у заднеприводного А заднеприводный Соболь Многие вообще там Тоже за эталон Маневренности Управляемости берут Потому что он Крутится Практически На одном пятачке У него длина 5.110 У заднеприводного Соболя А радиус поворота 5.4 Здесь 5.6 Ты за рулем Едучи на этой машине Маневрируя ей Даже Не замечаешь Что она стала Полноприводной Потому что Точно так же Она в любую дырочку У тебя там Просачивается Все я думаю Теперь поменьше слов Нам надо Покататься Подожди Забыли одну вещь еще Вот мы с тобой Впереди-то присели Полноприводные Эти прелести Посмотрели Надо же еще и сзади Заглянуть Там тоже кое-что есть Долгожданная Для сомалистов Для владельцев Прежних сомалей Поперечина На которой Две удобные Буксировочные петли Теперь расположены На прежнем Соболе Надо было цепляться За стремянку Это как бы надежно Но неудобно Достаточно далеко Залезать Плюс трос Может закусить Такое тоже бывало Здесь Этот вопрос Полностью закрыт Вот она стоит Более того Вот в эту поперечину Она силовая Можно машину Домкрать Достаточно удобно Да Если Можно прям по ней Поднимать И Вот Обрати внимание Сразу после нее Висит запасное колесо В прежнем поколении Запаска на грузопассажирских машинах Крепилась Внутри На борту В пассажирских Она просто лежала В багажнике Съедая место Здесь Вот самое оптимальное место И не надо бояться Что его туда неудобно Класть или ставить Я как-то Демонстрировал Насколько легко И удобно И быстро Оно оттуда снимается При помощи лебедки То есть я делал это Даже в костюме В рабочем Абсолютно не испачкав руки Крутишь вороток внутри Оно съезжает вниз Вот к тебе сюда Выезжает Ты его спокойно Вытаскиваешь Абсолютно Не запачкавшись Не испачкавшись Ничего Слушай Ну Коли мы здесь Давай сразу же Давай заглянем Здесь получается У нас Около Четырех кубометров Объема На комбяшке Обрати внимание Соответственно Что в базовой комплектации Сразу же идет Фанерный пол С антискользящим покрытием Стенки обиты И Вот это Очень полезная Опция Петли на полу У нас Штатные идут Вот это Боковое крепление Рейку Ее надо заказывать Дополнительно Но Штука незаменимая Особенно если ты возишь Что-нибудь Высокое Или даже Ту же самую Мототехнику Велосипеды Можно распилеть Как раз за них Очень удобно Очень удобно Эти колечки снимаются Переставляются в нужное В любое положение Два Ой два Четыре кольца Такилажных Четыре кольца здесь И да Переставляешь на стеночки И чем еще Чем еще удобна Вот эта концепция С креплением боковым Ты можешь вот эти рейки Отстегнуть Снять Убрать У тебя остаются закладные Соответственно там Гайки Ты в них можешь Мы уже так сделали На Газорейдспортовской машине На техничке Сюда сделали Сварили конструкцию Каркас И разделили Отсек Соответственно На Два объема Разных В верхний Можно возить Что-то в объеме В что-то чистое Либо делать спальный отсек Сняв вот эту верхнюю часть Перегородки В нижнем Соответственно Отсеке Возишь что-то грязное И когда тебе это не нужно Ты легко Четыре болта Выкрутил Всю эту конструкцию Снял отсюда И убрал Я поставил Обратно Вот эти рейки Палет сюда Прям залетит Один смело Конечно Здесь же Тем более Ее можно ставить Не только Продольной стороной Да Ее можно ставить И По ширине Потому что Пространство между арками Между арками У нас здесь Больше чем метр тридцать А палета У нас метр двадцать То есть она сюда Проходит А грузоподъемность Семьсот Пятьдесят килограмм Можно же увеличить По сути Да эти вот так вот На ушко шепнул Что он Да увезет И давно Больше Пока стояли Под съемки Делали автомобили Там вот Подошел уже человек Вот он как раз С парнями стоит Спросил за машину Заинтересовался То есть за сегодняшний день А мы катаемся Примерно два часа Уже по городу Причем в таких Малолюдных местах Это уже второй человек Который подошел Попросился посидеть Внутри автомобиля И вообще просто Расспрашивает Что это за машина И вообще Что здесь нового Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Момент такой У нас здесь есть Одна горочка В которую Ни одна машина С места просто Не въехала На той же самой Обкатке Да ты что Ну вот Сзади меня Там горка Она достаточно пологая Но с места Никто не заедет Я думаю Надо посмотреть на нее Уже прямо интересно Так вот поехали Отправимся туда Я на прямой пока Прямая Да Не-не Ставь по нижнему Подать на гидайку Давайте Ставь по нижнему Первая По нижнему И пополз Посмотрим Надо же пристрел Пристрелочный Так сказать Надо Завершить Забег Давай Я немножко На первых Прямо Вон Большинство машин Уже вот здесь Все Вставали Копает Копает Но идет Не Я вам зайцу скажу Прикол Самый Знаете В чем Все Глохли А я тут Просто Стал Закапываться С такими Передаточными Числами Еще Чем Небу Так Ну Давай Попробуем Теперь Вторую Передачку С газом Посмотрим До куда Доедешь А потом Сверчим Волшебное Действие Сверчим Мне кажется Вторая Не Мне кажется Не 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 Третий Пониженный Легко Предлагаю Усложнить Вон Рядом Соседний Как по маслу Зашел Смеяться хочешь Я на пятый Я мимо Мимо третий Щелкнул На пятый Зашел Я просто Промазал На понижайке На пятый Я просто Ткнул Не туда Я еще Такое Чувствую Это как бы Ты без понижайки Как бы На второй Ехал Ну Типа А Даже не на второй А на треть Ха-ха-ха Коля А здесь Уголовка Градусов Наверное Так Под 20 Будет Хороший Такой уголовка Нет С паром С пятой Ты включил Ты со второй На пятой Ты прыгнул Я услышал Ну Он Вообще Ни капли Не упал Гора Перестала Существовать На этом давлении Да Просто Стравились Нет Стравились Не понятное В пятой Чем хватило Ты же в понижен Диапазоне Дойдешь Это считай 282 Не забудь Раздели Раздели На 282 Конечно Там кстати Сейчас куда Ползать Все нормально Ну примерно Там же Лег Не Он Даже Дело не в том Что он Мощности не хватает Он просто Зарывается Да Он тяжелый Ему не хватает Себя Пропекнуть Были бы колеса Более широкие Зацепы Чтоб больше было Он бы зашел А так Ну вообще легко То есть получается В любом месте Где мы не будем Сильно зарываться Он поедет То есть где будет Хороший зацеп И не будет зарываться Он будет подниматься То есть мощности Ему хватает Настолько Что он просто Начинает С тебя вырывать Хотя все Предыдущие автомобили Которые мы здесь Тестировали Вот именно В такой песок В жаркую погоду Когда он прям Максимально рассыпчатый Все либо Глохли Из-за того Что не хватало Мощности Либо Зарывались Раньше Здесь наверное Еще вес Немножко придавливает Его А вот уже На подъеме Не хватает Колес побольше Наверное Еще выше заедет Я даже не знаю Где здесь Еще можно Его так Ну протестируют Чтобы вот Показать Максимум И возможностей По проходимости Ну песок Еще Песок Ему пофигу На песок Понимаешь Вот в чем прикол Пониженные Вообще Творят Чуть Да какая пониженная У нас Еще момент Самый важный Здесь Ни одна машина На прямой Передаче Не ездила Все время Все машины Здесь мы Тестировали И они все Были до единой На Понижайке Я здесь Ездил на второй Прямой В чем разговор 20 градусов Нормально Это огромный Это огромный Угол 20 градусов Это 36% Нет 27 был уже Ну 25 27 25 Все равно Попробуй Попробуй Детский царь Это просто к вопросу О жесткости Кузова Кажется Классик Висит Все по-честному Вон Опа На ручнике Открывай Задний Проверяй Закрывай Вопросы Вопросы к жесткости Кузова Остались Нет Никаких Так Подошли Детский царь Винтовыми Вот они стоят Вот И Что спереди Что сзади У нас здесь есть стабилизатор Что хорошо сказывается Соответственно На управляемости машины При езде по асфальту То есть о том Что он не мешает тебе Бороздить просторы Ты прекрасно видишь И сейчас Нет У меня всего Эмоций Эмоций хватает Нормально Я доволен Да Ну вот И при этом Она не так кренится Как Коренилась прежняя машина В которой стабилизаторов Не было вообще Первое Стойки Сами сделали Свои Свои Все полу свое Рама Своя конечно Она полностью новая Получается Относительно чего Относительно прежнего Соболя отличается Относительно прежнего Соболя да А я имею в виду Она сильно отличается От газели От Соболя Нет не сильно Сильно унифицирована Назовем это так Глубоко унифицирована Потому что Это же вся машина Она же здесь модульная Она вся построена По принципу Глубокой унификации Что дает нам что Себестоимость низкую Относительно Понятно А мосты Весь передний модуль Здесь, соответственно, тоже свой, да, оригинальный Вот, кстати, здесь хорошо, наверное, будет видно Тоже, как он устроен, как он собран На подрамничке Вот он идет, этот подрамник На него уже завязаны рычаги Я могу отметить, что Во-первых Сама палка Она диаметром просто огромная То есть, о чем нам это говорит Что, наверное, он просто вечный должен быть Он очень прочный На этой машине можно дубасить По бездорожью прям смело Вот я тебе расскажу такой пример Как раз Наш коллега, который сейчас у нас За кадром с тобой присутствует Испытывал эту машину На бездорожье, на полигоне После Садко, да, идет Садко По грязной колее, там тимой Оставляет за собой 30 сантиметров колею И дальше ходом идет Эта машина Да, там газ в полу Она прыгает по диагонали Из колеи в колью Но она идет по колее После Садко За счет независимой подвески И за счет увеличенного клиренса Она позволяет И за счет того, что оторвать здесь нечего Она идет ходом, прыгает И проходит Так, задний мост Задний мост здесь Спайсеровский Соответственно, манифицированный С односкатной газелью НН И, собственно, с заднеприводным Соболем Подвеска у него, рессоры такие же Амортизаторы отличаются Другой настройкой И, наверное, заметил уже Как и в прежнем поколении Относительно заднеприводной машины Кузов с рамой над дорогой Посажены выше Так, какие у меня еще вопросы были В плане передачных чисел Отличается от других моделей? Коробка передач Одинаковая абсолютно Одинаковая А в мостах? 4 и 3 тоже самое 4 и 3 4 и 3 Здесь, получается, основную работу делает раздатка Если тебе Ну, смотри, у тебя есть Первая передача Которая тебе в обычной жизни не нужна Это же мы проверили Соответственно, в тех случаях Когда тебе на прежнем Соболе Нужно было бы включить понижайку С отношением 1,87 Тебе здесь достаточно Просто включить первую передачу в коробке Вот если тебе вот этого уже не хватило Щелчок шайбочкой Понижайка 2,82 И там у тебя Достаточно богатый выбор дальше Передачных чисел С какими ехать Я скажу так Вот этот песочный Скажем так, карьер На нем ни одна машина На прямой передаче Здесь ни разу не ехала Вот я имею ввиду Которые рамники Которые с раздаткой Это единственный автомобиль Который здесь ехал Не то, что на первой прямой На второй Это единственный автомобиль За все время Который здесь так проехал Соболь в песке может То есть В принципе Все внедорожники Которые сейчас здесь Вообще у нас есть В России Они как бы Прикурились Требует переключиться Требует переключиться Либо пониженную включить Либо на первую переключиться Приятно слышать Спасибо Так Ну что Двигаемся дальше А быстрым шагом Даже по схожу А что я уже не так понятно Двигаемся дальше Вообще он даже Намека не дает Что заглох Штырь Легкий зараза 130 грамм Раз Окей Возвращаемся Даже еще один Мне кажется Влезет Я тоже так посмотрел Ну вот если Подтащить колесо То скорее всего Да Ну вот смотри Там есть еще Да куда Да да Давай Влезет 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 В самом начале дня Говорили как раз Вот о мотоцикле То что сюда Мотоцикл залезет Вот Может второй еще запихнуть Ну это вот считай Полноразмер Три сантиметра Не хватает Для самого Максимального Размера Ну я имею ввиду По осям Три сантиметра Ну короче Вот больше Только на три сантиметра Длиннее Все Идеально Так что Хорошая техника Вообще Уже в лесу Третий человек Обратил внимание Я думаю Мы наверное Не рассказали много Но это в дальнейшем Мне все понравилось Я доволен Я думаю Не в последний раз Покатались Поэтому В какие-то детали Можно будет вернуться Еще позже Тем более Сейчас Новые модификации Этих машин Будут появляться Одна за одной Будут появляться Будут открываться Дополнительные Возможность заказа Дополнительных опций Радары слепых зон В зеркалах Система контроля Давления в шинах Парктроники заводские И так далее Подогрев руля Климат контроля Вместо кондиционера Камера заднего вида Да-да-да Все это Часть уже доступна Прямо сейчас Часть откроется Вот-вот Так что Я думаю Что поводов Вернуться к теме У нас будет еще много Ну так надо Ее еще с кем-то поставить Надо же на фоне Другого автомобиля Посмотреть Как он едет То что сегодня Я ощутил То что Я сегодня Покатался на нем Я скажу Что здесь потенциал Просто огромен Ну В нашей сфере Бездорожье И Тут Совместили все Полный привод Хорошая проходимость Комфорт Вместительность Все что надо В современном автомобиле Здесь есть Самое главное Если у вас возникли Вопросы Или какие-то пожелания То обязательно Пишем в комментариях То есть Мы все это дело Будем читать И уже Дальше дорабатывать По ролику То есть Будем еще раз Его снимать Я думаю Может даже Не один И не два И не три раза А много В общем Соболь еще появится В эфире Да Ну Нужно отметить Одно Сегодня Первый Вообще Наверное В России Оф-роуд Был официальный У этой машины Сто процентов Вот На этом Я думаю Все Заканчиваем Всем спасибо За просмотр До новых встреч А снимали вы Все это На фоне Музея ГАЗ Приходите В Музей ГАЗ Там классно Все Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok